Музыка В Библии так написано Сестую у двери сердца и стучу Если кто услышит голос Мой И откроет дверь Я туда войду И буду вечерять с Ним И Он со мной То есть Библия говорит, что Христос Он стоит у двери твоего сердца Больше того Он стучит И Он говорит Если кто услышит это Раз И еще отворит Два То тот будет иметь общение Непосредственно со мной Я буду вечерять с Ним И Он со мной Я буду общаться с Ним Оказывается, надо только две вещи Услышать и отворить все Услышать и отворить все Поэтому, Боже, помоги нам услышать Помоги нам отворить Чтобы и это общение разделить не просто друг с другом А с Тобою, Господи Да будет имя Бога благослованно Я сегодня хочу проповедовать на тему Как должна жить Церковь Христова Как должна жить Церковь Христова Безусловно Это, можно сказать, не все Я сегодня смогу передать вам Но хотя бы некоторые важные истины На первый взгляд мы это уже все знаем Хотя бы потому, что отчасти мы этим всем живем Но все же Как должна жить Церковь Христова Окружающая и окружающие нас люди Послушайте меня сейчас внимательно Бог в своей премудрости Все так устроил И все так сотворил Что мы не можем Совершенствоваться друг без друга То есть у вас еще есть такая цель Например, уподобиться Христу Есть такая у вас цель? Просто подражать Богу Жить так, как говорит Слово Божие Библия Если вы это ожелаете То Бог тем более заинтересован в этом И если Он заинтересован в этом То Он желает достичь своей цели в каждом из нас Слава Богу Но мы не можем совершенствоваться Друг без друга Для этого Бог создал свою церковь Для этого мы встречаемся и общаемся Я хочу просто, чтобы вы мне поверили Поверили тому, что я сейчас говорю Скажите, ну например Может человек стать отцом без детей? Нет Нет Трижды Он называет отцом Но Он не может им быть Может быть, например Человек хорошим учителем без учеников Нет Он может воображать, думать Теперь как вот Брат Николай Говорит, переходим в нашу плоскость Может ли, например, человек быть прощающим Без обидчиков? Ну такой ангелочек Нет Он не может Вообще, например Может человек был победителем без борьбы? Библия говорит, что побеждающий Наследует все А значит Это результат победы над чем-то Или, например Ну Может быть, например, человек жертвенным Без нужды Нет Вот почему все мы очень Нужны друг другу Бог как бы создал нас очень разными Чтобы мы вместе Могли создать Один благоухающий Букет Вот почему Бог создал свою церковь Библия на этот счет говорит так Что Железо Точит железо Я даже хотел бы Чтобы это перевели по-английски Точит или шлифует Как это будет по-английски? Иди сюда, Борис Быстро Ну, чтобы все поняли О чем идет речь Шлифует или точит Железо Точит железо Iron sharpens iron Хорошо, садись, Борис Почему это важно услышать? Ну Знаете, как сказать В одних О, как бы сказать Например, дома Они живут семейной жизнью И там вот Ну, как бы сказать Жена шлифует мужа Или муж жену А что делать, если они живут как ангелы? Поэтому им надо еще куда-то идти Чтобы их там Подточили И вот когда люди Вот такую обстановку попадают Они Теряются Там меня точат И здесь Подтачивают И как бы все кажется Нам все так непросто Но это жизнь И очень хочется Чтоб ваша жизнь Была благословенной И победоносной Ну, например Представь вас вообще Вот в течение недели прошедшей Обижали Или хоть пытались обидеть Еще интересно Что я всегда вам говорю Если там чужой пытается вас Достать или обидеть Вам это все как-то Но когда рядом Свои Дети Мужья Жены Родственники Вы представляете Как это непросто Но послушайте Истина состоит в том Что вас будут обижать Обижать И обижать До тех пор Пока вы не избавитесь От обиды Или обида Уничтожит вас У вас бывает Такое Что кто-то вас Раздражает Будут Раздражать Вас До тех пор Пока вы не Избавитесь От этого Или же Раздражение Вас Уничтожит Бывает Бывает Вы в расстроенных Чувствах Недовольны Бывает Или нет Я мог бы Этот перечень Продолжать Я это говорю На основании Библии Бог В своей Премудрости Все создал И устроил Так Чтобы в конце Концов Мы были Как ангелы Мы уподобились Ему Поэтому Он не только Нас Питает Он не только Нас Взращивает Он не только Нас Одобряет Но он Шлифует Он Нас Точит Чтобы Нас Исправить Чтобы Сделать Нас Совершенными Дьявол Наоборот Он заинтересован В том Чтобы Испортить Нам Настроение Чтобы Похитить Мир Даже В церкви Вы Пришли А вам Места Нет Правда Плохо Или Дети Плачут Или Музыка Что-то Не то Играет Вот Вы Пришли Вы Собираетесь Только В церковь Что-то Что-то С прической Не получилось Или Туфли Найти Не в состоянии Потому что Их Много Правда Бывает И все Это Напрягает Обстановку Почему Это Происходит Потому что Я говорю Дьявол Заинтересован Похитить Наш Мир Просто Обворовать Нас Чтобы Мы Присутствовали И Отсутствовали Чтобы Мы Не в состоянии Были Принимать То Что Бог Приготовил Для Нас Сегодня Поэтому Работа Божья Продолжается Над Нами И В данный Момент И Я Благодарю Бога За Каждого Кто Сегодня Присутствует В Доме Божьем Тема Моей Проподи Сегодня Как Должна Жить Церковь Христова Важный Момент Вы Согласны С тем Что Мы Все Очень Разные Здесь Да Или Нет Ну Как Вам Кажется Есть Среди Нас Например Слабые Люди Сильные Люди Я имею Ввиду Духовно Есть Или Нет Как Вам Кажется Кого Больше Ну Ладно Давайте Тогда Попробуем Поднимите Руку Кто Сильный В Боге Есть Тут Сильные Люди Но Все Остальные Слабые Скромные Это Интересно Это Интересно Все Остальные Скромные Это Неплохо Но Еще Раз Повторяю Мы Действительно Здесь Очень Разные И Мы Призваны Служить Благословением Друг Для Друга И В Некоторых Моментах Даже Исправлять Друг Друга И Я Обращаюсь К Разным Категориям Хочу Сказать В Первую Очередь Обратиться К Сильным Людям Скромным Но Сильным То Есть Тем Которые Здесь Присутствуют Что Они Должны Делать В Церкви Что Делать Должны Сильные Основной Момент Или Как Слово Божие Которые Мы Будем Читать Вместе Это Римлянам 15 Глава Вы Можете Там Следить Читая Стих За Стихом Смотрите Мы Сильные Должны Сносить Немощи Бессильных И Не Себе Угождать Каждый Из Нас Должен Угождать Ближнего Блага К Назиданию Ибо Христос Не Себе Угождал Обратите Внимание На Слово Сносить Слово Сносить Оно Имеет Два Значения Снести Дом Это Одно Значение Снести Значит Убрать А Сносить Это Продолжительно Долго И на Длинное Расстояние Вот Например Если Например Вот Присутствует Здесь Какая-то Мама А у Них Есть Ребенок И Мама Говорит Папе Папа Там Пока Служение Два Часа Там Поноси Малыша Там По Коридору Он Плачет Это Уже Надо Сносить Два Часа Ну И Безусловно Допустим Отец Добрый Отец Он Соглашается Какой Выбор Ну А если Она Просит А так Неделю Пожалуйста Или Например Как бы Сказать Человеку Храни Бог Ну Бывает Так Стало Плохо Вот Сидит Человек Здесь Ему Стало Плохо И Мне Надо Чтобы Это Человека Снесли Туда Куда Надо И Если Бы Это Произошло Я Б Просто Искал Среди Вас Самых Каких Сильных Сказал Пожалуйста Ребята Подойдите Помогите Человеку Человека Надо Вынести Насносить Это Больше Даже Чем Просто Вынести Это Продолжительно И Долго Каких Же Людей Можно Считать Сильными Если Эти Сильные Среди Нас Сильные Это Те Люди Мы Можем Думать Что Это Люди Которые Чудеса Творят Больных Исцеляют Бесов Исгоняют Какой Же Признак Нашей Силы Это Скорее Всего Не то Что Я Могу Или В Состоянии Сделать А Это Скорее Всего То Что Я Могу Или В Состоянии Вынести Или Перенести Есть Большая Разница Допустим Помолиться За Больного Две Минуты И он Исцелился Слава Богу И Ухаживать За Больным В Течении Года Таких Добровольцев Вы Немного Повторяю Очень Сильным И Бог Заинтересован В том Чтобы Мы Были Действительно Сильными Людьми Не случайно Написано В Библии Что Но Вы Примите Силу Когда Сойдет На Вас Дух Святой Так И Будете Мне Свидетелями В Иерусалиме В Самаре И Даже До Края Земли То Есть Когда Мы Примем Силу То Мы Будем Живыми Свидетелями Бога И Идеал Божьих И Мы Как Свидетели Должны Являть Иисуса Христа Своей Жизнью А Чтобы Являть Иисуса Христа Своей Жизнью Мы Должны Быть Какими Людьми Сильными Поэтому Бог Заинтересован В том Чтобы Мы Были Сильными Служителя В Церкви Лидеры Различных Служений Это Люди Которые Должны Быть Какими Сильными Почему Потому Что Это Люди На Которых Держат Это Как Столбы На Которых Держат Все Здание Поэтому Бог Заинтересован В том Чтобы Мы Были Людьми Сильными И Дальше Еще Раз Повторяю Что Эти Сильные Должны Делать Мы Сильные Должны Сносить Немощи Бессильных Вот Вынести Намного Легче Чем Сносить Но Вынес И Избавился Вынес Выставил За дверь И Избавился А вот Сносить Это Долго И Серьезно Но Я Хочу Вас Вдохновить Как Должны Жить Христиане Церковь Христова Я Хочу Вам Показать Это На Простых Примерах И Убедить Вас Что Эта Жизнь Возможна Лично Для Вас И Благословен Тот Кто С Этой Жизнью Живет У Меня Например Вот Такой Вопрос К Вам Скажите Мы Родители Мы Сносим Своих Детей Или Нет И Как Часто Мы Это Делаем И Как Много Я Хочу Просто Вас Утешить Что Мы Родители Воспитываем Детей Мы Их Иногда Наказываем Но В основном Сносим И Как Ответ Для Вас Тот Что Вы Уже Отчасти Знаете Обратите На Это Внимание Три Основные Причины Почему Мы Сносим Своих Детей Почему Мы Родители Сносим Своих Детей Ну Во-первых Потому Что Мы Люди Какие Сильные Согласны Вы Это Или Нет Но По Сравнению С Детьми Вы Родители Люди Какие Сильные Это Первое Дальше Потому Что Дети Ваши Наши Дети Они Какие Они Маленькие И Последнее Почему Мы Сносим Своих Детей Потому Что Мы Их Очень Очень Любим Скажите Слава Богу А Если Мы Любим Послушайте Меня Внимательно Это Огромная Сила Итак Откуда Мы Можем Черпать Силу Я Уже Сказал Но Вы Примите Силу То Есть Бог Является Источником Любви И Счастья Бог Есть Любовь И Когда Вот Эта Сила От Бога Любовь От Бога Наполняет Мою Жизнь Сердце Я Становлюсь Невероятно Сильным Человеком Потом Как говорится На мою Жизнь На мою Судьбу Приходят Испытания В том числе Испытывается И моя Любовь Но Мы Как Христиане Знаем Что Библия Что Большие Воды Они Не Могут Потушить Любви И Реки Не Зальют Ее Потому Что Она Сильна И Я Вот Даже Совсем Недавно Говорю Что Когда Молодые Стоят Под Венцом И Говорят Вот Этот Стих Большие Воды Не Могут Потушить Любви Они Все Думают Это Ко Мне Это К Нам Потому Что Мы Мы Так Любим Все Будет Нормально Но Суть Эта Стиха В том Что Что Здесь Написано Это Истина Но Истина Еще Есть В том Что Большие Воды Они Придут В Вашу Жизнь И Реки Они Разольются Это Будет Частью Твоей Судьбы Испытание И Напор Будет Многократно Усилен Но Только Там Где Присутствует Любовь Только Там Где Присутствует Любовь Все Будет Невредимо Аллелуйя Вот В чем Сила Наш Нас Христиан В Библии Написано Вы Вы Мои Ученики Если Вы Любите Друг Друга В этом Невероятная Сила Друзья Мои Вчера Я был Просто В одном Доме В Гостях И Ну Такое Бывает Девочка Маленькая Не знаю Сколько ей лет Может быть Года Четыре Она Так Застеснялась Пастыря Что за Два Часа Она Даже Не Появилась На Людях Еще Там Были Другие Просто Я Наблюдал Как Они Себя Ведут И Я Наблюдал Что Делают Родители Как Они Сносят Переносят Усаживают Успокаивают Тот Стакан Разбил Тот Ну Короче Говоря И Это Ну Там Два Три Часа А Это Сутки Каждый День И Я Наблюдая Думал Ну Что Дает Им Вдохновение И Силу И Сейчас Я Понимаю Что Тот Кто Любит Тот Необыкновенно Силен Тот Живет Победоносной Жизнью Тот Изменяется В образ И подобие Божье И служит Благословением Для других Тот Кто Любит Он Непобедим Аллилуйя Аллилуйя Поэтому Мы Сильные Должны Сносить Немощи Бессильных У меня Уже Вопрос К вам Какими Вообще Вы Людьми Хотите Быть Сильными Или Слабыми Вам Вообще Нравится Чтобы Вас Носили Или Вам Лучше Знаете Как Мы Так Если Деньги То Лучше Чтобы Мы Носили А Дрова То Пусть Другие Носят Но Наше Призвание Носить Тяжести Но Не С той Целью Чтобы Ты Надорвался Потому Что Бог Сверсил Никому Ничего Не Посылает Но Чтобы Ты Окреп Чтобы Ты Шлифовался Чтобы Ты Изменялся Чтобы Ты Стал Лучше Работа Божья Продолжается Над Нами Сегодня Скажите Слава Иисусу И Если Вас Например В данный Момент Шлифуют Обстоятельства Или Окружающие Вас Люди Друзья Благодарите Бога И Начинайте Кричать Я Расту Я С Каждым Днем Становлюсь Лучше Я Удивляюсь Я Сам Себя Не Узнаю Слава Богу Ладно Давайте Посмотрим Очень Важно Каких Что Это За Слабые Люди Немощные Что Это За Люди Обратите На Это Внимание Библия Говорит Немощные Люди Духовно Кто Они Немощного Верия Принимайте Без Споров О Мнения Ибо Иной Уверен Что Можно Есть Все А Немощные Есть Только Овощи Кто Есть Не Унижай Того Кто Не Ест А Кто Ест Не Осуждай Того Кто Ест Потому Что Бог Принял Его Кто Ты Осуждающий Чужого Раба Пред Своим Господом Стоит Он Или Падает И Будет Восстановлен Ибо Бог Силен Восстановить Его Какие Удивительные Слова Во-первых Здесь Идет Речь О Слабых О Немощных Людях О Тех Людях Которых Надо Сносить Нам По Человечески Легче Вынести Но Сносить Невероятно Трудно Но Здесь Смотрите Кто Ты Осуждающий Чужого Раба Первые А Такое Бывает Правда Ж Второе Перед Своим Господом Он Стоит Или Падает Стоит И Даже Упал Даже Упал Кто Ты Дальше И Будет Восстановлен Вы Готовы Сказать Аминь Ибо Силен Бог Восстановить Его Немощных В Вер Вер Принимайте Без Споров О Мнениях Почему Надо С Немощными Не Спорить Кто Знает Почему Потому что Немощные Любят Спорить Поэтому Лучше С ними Не Спорить Вот Есть Люди Я Соблазняюсь Я Это Не Вмещаю Я Это Не Могу Понять Я С Этим Не Согласен И Так Дальше Что Делать Что Делать Мы Людей Не Выбираем На Основании Библи Таким Людям Должно Быть Снисхождение Любов И Это Правда Снисхождение И Любов Немощным Людям Надо Служить Как Вам Кажется Вот Такие Люди Есть Среди Нас Или Нет Хорошо Я Вам Приведу Пример Благо Сейчас Брата Этого Нет У У Нас Есть Такой Брат Который Во Время Прославления Он Делает Так Пару Шагов Вперед Потом Пару Назад Потом Снова Вперед И Вот Представьте Себе А вы Рядом Стоите Как Столбик И Вопрос Возникает Что Делать Очень Искренне Друзья Очень Искренне Безусловно Можно Сказать Этого Человека Можно Остановить Или Просто Вынести Сказать Слушай Ты же Нормальный Веди Как Все Нормально Ведут С Другой Стороны Человека Это Можно Сносить Но Это Возможно Только Сильным Людям Или Например Кто Нибудь Поднял Руку В собрании А У вас Руки Не Поднимаются Не Потому Что Человек Бывает Слаб Физически А Иногда Руки Не Поднимаются Из-за Гнева Иногда Из-за Сомнения Они Не Поднимаются А Вдругу Поднялись Что Делать Я Мог Б Этот Перечень Продолжать И Продолжать Вы С Этим Пересекались И Будете Пересекаться Но Что Должны Делать Сильные Люди Вот В чем Секрет Я Был В таких Собраниях Где Люди Настолько Сильные Что Если Им Что Не Понравилось Они Сразу На Выход Я Не Буду Участвовать В этом Беззаконии Что Они Имеют Ввиду Я Не Знаю Но Суть В том Что Если Мы Не Научились Сносить То Мы 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 Слабая 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 Христиане Да Мы Должны Подчинять Свою Жизнь Слову Божьему И Библии Но Тем Не Менее Вы Соприкасайтесь С разными Я Был Удивлен Как Однажды Я Был На Одной Свадьбе И Просто Говорю Проповеди Или Сочетания Вел Как Всегда За Столами В Палатке Сидят Люди Ну И Все Понимают Как Надо Себя Вести На Свадьбе Правда Но Там Пришло Два Православных Священника И Они Как Был Слушая Слушают Как И Все Но Если Им Что Понравилось Они Быстро Поднялись И Говорят Истину Так Аминь Сели Снова Слушаю 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 Потом Опять Им Что Безусловно Для этого Ютуре Это Было Необычно Почему Люди Себя Так Ведут Но Тем Не Менее И То Что Они Делали Было Каким То Чем То Необычным Что Делать Тем Остальным Которые Не Встают Ну Одни Могут Скать Вот Пришли Двое Не Обрезанных Вот Не Знает Как Себ Вести А Другие же Просто Люди Сильные Они Сидят И Мы Сильные Должны Сносить Немощи Бессильных И Не Себе Угождать Обратите Внимание Мы Христиане Мы Не Вычеркиваем Слабых Мы Не Закрываем Глаза На Чью-то Слабость Люди Эти Они Были И Всегда Будут Но Христиане Например Первые Христиане Они Особо Проявляли Заботу Об этих Людях И Люди Например Того Времени Они Не Понимали Почему Христиане Так Живут Что Они Не Могли Понять Они Служили Этим Людям Сносили Помогали Тем Людям Которые Им Взамен Ничего Не В состоянии Были Дать И Помочь Но Тем Не Менее Христиане Того Времени Они Служили Поэтому Вот эти Люди Слабые Неспособные Немощные Они Служат Испытанием Нашей Духовной Силы Аллилуйя О как Хочется Чтобы В церкви Живой Поток Мы Как Христиане Были Сильными Людьми Во Имя Иисуса И пусть В этом Всем Поможет Нам Бог Кроме Этого Нам Есть Над Чем Работать И Есть Над Чем Можно Скать В чем Изменяться Так Или Нет Вот Если Вы Видите Что Человек Например Плохо Себя Ведет Ему Надо Помочь Или Подсказать Следующая Моя Мысль Как Мы Можем Исправлять Других Это Очень Хороший Урок Даже Если Вы Хотите Детей Своих Исправить Мужа Жену Это Работает Сто Процентов Хотите Услышать Как Мы Можем Исправлять Других Пожалуйста Я Уже Читаю Надеюсь Вы сейчас Увидите Этот Стих Это Галатам 6 2 1 Братья Если Упадет Человек Какое То Согрешение Вы Духовные Или Сильные Исправляйте Такого В духе Каком Кротости Наблюдая Чтобы 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 Самому В Проблемы Или В Искушение Не Попасть Если Вы Это Всегда Делаете Значит Вы Состояние Исправлять Лечить И Изменять Судьбы Других Но Интересно Заметьте Друзья Мои Извиняюсь Но Почему Тут Как бы В духе Кротости Никого Особо Менять Не Хочется Знаете Когда Человек Кроткий То Он Даже Довольствуется Тем Что Он Как бы Говорит Смотри На Меня И Действуй А Когда Этой Кротости Нету То Всегда Мы Спешим Всегда Ломаем Дрова Всегда Хотим Кому-то Помочь И Себя Заживо Уничтожаем Попадаем Из одного Искушения В следующее Поэтому Результат Исправления Зависит Не от Того Как Провинился Человек Или Ребенок А Результат Успех Исправления Зависит В каком Ты Состоянии Пытаешься Этому Человеку Помочь Или Исправить Ребенка Поэтому Родители Они Не имеют Права Ничего Делать Или Говорить Во Гневе В Расстроенных Чувствах Безусловно Я понимаю Это Трудно Но Это Жизнь Успокойся Успокойся Потом Скажешь А потом Сделаешь А как же Быть тем Для кого Покой Лишь только Снится А как Быть тем Кому Дети Не дают Покоя Или Мужья Или Жены Как Быть Как Быть Есть Новая Жизнь В Иисусе Христе Если Вы Хотите Исправлять Послушайте Меня Внимательно Что Это Значит Что Я Говорю Запомните Хороший Учитель Это Не Только Тот Учитель Который Хорошо Учит Но Который Учит Даже Когда Он Не Учит То Есть Хороший Учитель Который Является Примером Добрым Для Других И Дети Учатся В Учителя Хотя Этот Учитель Молчит И Наоборот Если Ты Просто Хороший Учитель Но В Жизни Ты Ведешь Себя Не Совсем Хорошо Это Очень Плохо Поэтому В этом Плане У Нас Есть Большие Резервы Так Или Нет Друзья Мои Я Просто Взываю Понять Эту Важную Истину Поймите Меня Правильно Смотрите Иуда Иуда Один из Двенадцати Он Всегда Был С Иисусом Пока Христос Творил Судеса И Этот Иуда Он Оставил Христа Как только Тот Начал Служить Да Когда Он Склонялся Ноги Омывал Им Помните Когда Ты Переходишь На эту Стизию Это Как-то Неинтересно Это Продолжительно Серьезно И Надолго Да Это Часть Нашей Христианской Жизни Чудеса Это Нормально Но Пожалуйста Обратите Внимание Что Это Не Вся Христианская Жизнь Если Сегодня Я В Состоянии Или Бог Через Меня Делает Какое-то Чудо А Завтра Я Сам Начинаю Чудеть Извините Меня Написано О Христе Что Когда Он Творил Чудеса Много Последовало Народу За Ним Но Написано Христос Не Вверял Себя Им Потому Что Знал Их Сердце Бог Смотрит На Сердце И Желает Преображать Нашу Жизнь Образ Свой И Своё Подобие Поэтому Что Должны Делать Церкви Сильные Люди Сносить Немощи Бессильных У Нас Есть Братья Сестры Которые Быстро Убирают Стулья Переносят Сносят Работая Физически Это Неплохо Но Если Мы Научимся Сносить Немощи Друг Друга Наша Жизнь Духовно Поднимется На новый Уровень Слава Христу И Этой Жизнью Способны Жизнь Только Люди Которые Очень Любят Ближних Своих Братьев И Сестер Следующее Как Должна Жить Церковь Христова Следующий Момент Сестерковь Сестерковь Себе Угождать Мы Сильные Должны Сносить Немощи Бессильных И Не Себе Угождать Есть Куда 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 Хочется Не Туда Куда Вам Нравится А Куда Вас Ведут Как Как-то Уже Как-то Аппетит Пропал Я Надеюсь Что Вы Договоритесь Ну Бывает Такое Я Хочу Чтобы Вы Поняли Что Это Значит И Не Себе Угождать Вообще Скажите Легко Угождать Людям Легко Да Себе Любимому Угодить Практически Невозможно Но Мы Должны Не Себе Угождать Вот Не Себе Ну Как А Как Же Я Ой Сразу Начинается Расстройство Как-то Переживание Волнуясь Но Послушайте Меня Внимательно Каждый Раз Когда Мы Угождаем Себе Мы Не Делаем Ничего Что Было Бо Полезно Для Бога Все Пришло Время Бога Прославить И Не Себе Угождать И Не Себе Угождать Первое Что на основании Библии Мы должны Сделать Это Отвергнуть Себя То есть Сказать Себе Нет Одно Дело Отказаться От Греха А Другое Дело От Своего Агоизма И Гордыни Скажите Это Непросто Но Но Это Возможно На Основании Библии И Не Себе Угождать Вот Проснулся И Одна Мечта Как Угодить Ближнему Детям Жене И Так Целый День И Смотрим В конце Дня Ты Как В раю И Думаешь Какая Благодать Когда Ты Начинаешь Себе Угождать И То Не Так И То Поперек Дороги И То Не Получилось И То Рассыпалось Настроение Пропало Всем Плохо И Тебе В том Числе Библи И Не Себе Угождать Мы Вы Не Можете Одновременно Угождать Себе И Христу На основании Библии Читаю Стих Ко всем Же Сказал Если Кто Хочет Идти За Мною Отвергни Себя Возьми Крест Тво И Следуй За Мною Кто Хочет Идти За Мною Все Отвергни Себя Живи Не Для Себя Почему Эта Жизнь Не поощряется Богом Потому что Себе Сколько Не Дай Будет Мало Сколько Не Уступай Сколько Не Отдыхай Сколько Будет Мало Мало Сколько Не Развлекай Будет Мало Возьми Крест Тво И Следуй За Мною То есть Когда Мы Берем Свой Крест Когда Мы Умираем Для Себя Мы Побеждаем В Жизне Потому что Именно Таким Путем В свое Время Пришел Христос Крест Это Моя Воля Пересекается С волей Божьей И Я Должен Решать Кому Отдать Или Чему Предпочтение Как Я Хочу Или Как Хочет Он Вот Например У вас Есть План На Сегодня На Оставшуюся Половину Дня Вот Проверьте Вы Это Хотите Или Это Хочет Он И Многим Из Вас Придется Умереть Для Своего Я Уже Сегодня Сказ Не Господи Вот Это Не Буду Лучше Сделаю То Что Хочет Он И Так Практически Каждый День Крест Это Место Где Вы Можете Умереть Для Себя Чтобы Опять Жить Для Бога Христос Он Мог Ити Путем Крестных Страданий Мог Не Ити Но Выполняя Волю Божью Он Это Сделал Для Нашего Блага Поэтому Я Прошу Вас Во Имя Иисуса Если У вас Получится С Божьей Помощью Жить Для Других Умирая Для Себя Рай Уже Будет На Земле А Я Верю Что Продолжение Рая Только Будет В Вечности А Начало Уже Здесь Я Вдохновляю Вас Так Жить Есть Новая Жизнь В Иисусе Христе И Еще Один Важный Штрих Мы Не Можем Служить Угождая Себе Мы Не Можем Служить Угождая Себе Мы Должны Руководство Словом Божьим А не Нашим Своеволием Так Или Нет Смотрите Ничего Не Делайте По Любопринию Или По Счиславию Но По Смирно Мудрою Почитайте Один Другом Высшим Себя То Что Мы Не Должны Делать Это не относится Жизнью Жить Заботясь И Служа Благословением Для Других Если Бо Мы Как Христиане Друзья Мы Поняли Смысл Истину Жизни Жизни В теле Христовом Наши Отношения Жизнь Была Совершенно Другая Я Привожу Вам Практический Пример Если Бо Мы Верили Что Например Я Касаюсь Вадика Пытаюсь Его Достать Или Обидеть И В Это Время Раню Я Не Этого Молодого Человека А Иисуса Мое Отношение К Нему И К Людям Остальным Было Совершенно Другим Касающийся Вас Касается Зеницы Ока Моего Если Мы Одно Тело Во Христе То Если Мы О Ком То Говорим Плохо Отзываемся Плохо Осуждаем Других Этим Мы Раним Иисуса Мы Причиняем Боль Христу Если Мы Только Эту Истину Понимали Наши Отношения Они Были Бы На Несколько Уровней Лучше И Выше И Я Вдохновляю Вас Так Жить Не Обижайте Друг Друга Не Отделяйте Себя От Тела Христова Цените Жизнью В Его Теле Это Огромная Благодать Поэтому Мне Так Хочется Чтобы Церковь Живой Путок Как Тело Иисуса Христа Именно Так Жила На На Основании Библии написано Страдает Один Член Страдает Все Тело Радуется Один Член Радуется Все Тело Какая Прекрасная Жизнь В Теле Аллилуйя Какая Прекрасная Жизнь В Теле Поэтому Мы Как Христиане Призваны Жертвовать Уступать И Служить Благословением Для Других Мы Сейчас Идем К Молитве Последний Момент Который Я хочу Чтобы Вы Услышали Вы Помните Христа Причту Или Тот Момент Когда Он Зашел Однажды В дом Милосердия Этот дом Куда Пришел Христос Там Было Множество Больных Помните Я Прочитаю Вам Даже Некоторые Слова Иоанна 5 6 8 Иисус Увидев Там Лежащего Узнав Что Он Лежит Уже Долгое Время Говорит Ему Хочешь Ли Ты Быть Здоров Больной Отвечал Ему Так Господи Но Не имею Человека Который Пустил Меня В Купальню Иисус Говорит Ему Встань Возьми Пастель Твою И ходи Вы знаете В чем Бывает Проблема Среди Христиан Человек Говорит Да Я Упал Споткнулся Но Я Не имею Человека Который Пришел Б И Помог Мне Который Пришел И Поднял Б Меня Запомните Христианство В христианстве Раненых Не добивают А раненым Служат Посмотрите Купальня Куда Пришел Христос Там Было Множество Больных И У Каждой Из Них Был Шанс Когда Ангел Приходил Возмущал Воду То Первый Кто Входил Он Исцелялся Остальные Ждали Свою Очередь И Вот Здесь Один Человек Лежал Сколько Лет Тридцать Восемь Лет Тридцать Восемь Лет С одной Сторой Вроде Бо Есть Надежда А с Другой Стороны Вроде Бо Никакой Потому Что Есть Люди Полулежачие Есть Люди Разные Люди Вроде Бо 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 Благословляет Но Каждый Раз Кто Первый Туда Входит И Все Вот Смотрите Вот Был бы Там Человек Который Годик Понаблюдал Что Этот Человек Как бы Дергается А Его Постоянно Обгоняют И Он Смотрит Смотрит На Это Все Ему Жалко Стало Он Как бы Вмешался В Ситуацию И Сказал Одному Стоп Пусть Этот Казалось Б Этого Которого Он Остановил Тоже Жалко Правда Или Нет Он Такой Больной Как Остальные Поэтому Христос Придя В Эту Аудиторию Он Не стал Останавливать Бегущего Первым Но Он Подошел К Самому Стражду Чему Говорит Хочешь Ли Ты Быть Здоров И Он Восстановил Поднял И Благословил Друзья Мои Послушайте Мне Сейчас Внимательно Хочешь Ли Ты Будь Здоров Кто Этого Не Хочет Но Если Ты Это Действительно Хочешь Обрати Внимание На Иисуса Как Ты Должен Действовать И Жить В Иисусе Христе В отличие От Других Было Невероятное Сострадание Вы Меня Слышите Только Потому Что В нем Была Невероятная Любовь Он Любил Всех Нас Возлюбил До Смерти Умирая Любил И Смерти Крестной Сострадание Иисуса Помните Это Разбойника Который Был Распят Рядом С Ним И Он Обратился К Нему За Помощью Глаза Заливает Кров Руки И Ноги Прибиты И Вдруг Зова Помощи Христос Имел Все Оставания Сказать Этому Разбойнику Говорит Дорогой Я Три С Половиной Года Таким Бандитом Как Ты Проповедовал Но Ты Был Глухой Ты Не Открыл Своё Сердце Сейчас Понятно Тебя Прижали Тебе Прибили Руки Тебе Больно Понятно Кайся Понял Повисишь Трое Суток И Если Еще Останься Жив Скажешь Но Христос Он Был Другим Он Не Радовался Страданию Вот Этого Разбойника Он Ему Дал Понять Что Я За Таковых Как Ты Умер У У Меня Есть Сострадание Любовь К Тебе И Он Ему Сказал Ныне Же Будешь Со Мною В Раю Он Ему Дал Больше Нежели Этот Разбойник Просил Еще Как Я Искренне Желаю Чтобы Мы Жили Так Как Желает Иисус Христос Заканчивая Супор Я хочу Вам Сказать Мы Сильные Должны Сносить Немощи Бессильных Хочу Предупредить Что На Вашем Жизненном Пути Этих Немощных Слабых Может Встречаться Все Больше И Больше Но Так Как Вы Сносите Своих Детей Так Вы Должны Сносить Окружающих Без Любви Это У Вас Вряд Ли Получится Мы Должны Сносить Немощи Бессильных И Не Себе Угождать И Заканчивая Свою Пробовать Хочу Сказать Так Вам Носите Бремена Друг Друг И Таким Образом Исполните Закон Христов Если Вы Чувствуете Себя Очень Хорошо Сейчас Когда Будет Молитва Вспомните Слабых Еще Раз Вспомните Слабых Бессильных Больных И Принесите Их К Иисусу Принесите Иисусу Еще Раз Принесите Иисусу И Таким Образом Вы Исполните Закон Христов Да Будет Имя Бога Благословено В Доме Божьем И В Церкви Вся Слава Только Ему Аминь Молимся